Какие комментарии по поводу подводки? Ну вот, вы меня представили, император. А ведь удивительное дело, когда я начал репетировать роль императора Домициана, древнего Рима, сейчас в театре Моссовета. Я еще иду по Москве и думаю, дожил Сухоруков, господи, орехозуевский какой-то товарик. Ой, всегда эта песня, как будто первый император этого Сухорукова. Нет, я к тому введу, что это не убогенькие какие-то мысли и не кокетливые. Но действительно, я когда вторгался в свою творческую жизнь, мечтая стать актером, ну думаю, ну буду ж магой, каким-нибудь там Фомой Апискиным, каким-нибудь там острохарактерным чертенком. А тут у меня и Павел Первый, и Федор Иоаннович, и генерал-майор, и Хрущев, и сейчас уже дозрел до императора Римской империи. Вот так вот, друзья, дорогие телезрители, никогда не отчаивайтесь. У каждого есть свой император, лишь бы захотеть. Ну, естественно, поработать надо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Я просто решил еще один открывочек из своей беседы, из одной из своих бесед с Игорем Сухоруковым. Здесь оставить, потому что много говорят, в последнее время, после скандальной беседы, Ксения Анатольевича Субчака с иностранным агентом Алексеем Вячеславовичем Панином. Говорят, что все не то, что надо, а надо то, что сам Сухоруков говорит. Он собеседник вот такой вот.